Особенно враждебно Белам относился к Муше, так как понимал, что тот не уступает ему в мудрости. Ну да, то есть можно сказать, что он двоюродный брат Муше. То есть это по уровню они одинаковые, значит они считаются братьями. Относительно общего отца. Действительно. Да, у них одинаковая сила, у них одинаковые возможности, все одинаковое. Только разница в том, что свойства отдать, которые привносят Муше в мир, свойства бины, его у Белама нет. Теперь, ну и тут, что же он украл на самом деле в Яков? И каким образом этим пользуется Муше, этой кражей? То есть Муше продолжает? И то, что Белам хотел бы получить обратно и вручить тем народам, которые стоят за ним, которые населяют землю Израиля пока еще и находятся в пустыне, все эти амалеки и прочие. Так а что же? Что? Что он хочет забрать? Что Белам хочет забрать? Что он хочет забрать у Муше? Он не может забрать уже. Благословление. Благословление. Это уже не заберешь. Оно дается, потому что оно указывает, что проявится в конце. Самое главное не то, что сейчас. А в конце. Кто остается? Остается Муше, остается народ Израиля, потому что у него есть эта сила соединения с Творцом. Он может преобразовать эгоизм на свойства отдачи и любви, и все, что не подходит под исправление, исчезает. Белама пропадает в никуда. Белама пропадает в никуда.